Всем привет! С вами Ольга Чернова, 4 августа. Как я уже сказала, сейчас некогда подробные дегустации, видеообзоры делать, но прям все рву и режу. Мы сегодня с Катей почти много сортов обобрали и времени на описание нет. Но есть сортами, на которых я пройти не могу. Я вам уже говорила, что я вот хочу вам показать вот этих вот золотые томаты. Это золотой линмон, золотая канарейка. И здесь же к ним вот эта кремовая сосиска, которая новинка. Если это наши сорта, то это американская. Ну не знаю, золотая канарейка наша или нет, но по-моему наша. Вот смотрите, конечно, это томаты все сладкие. Их можно даже не дегустировать. Они, ну как, кроме вот этой сладости, у них еще вот этот красивейший внешний вид. Смотрите, золотая канарейка, какими кистями зреет. Вот так прям полностью кисть сорвали. Золотой лимон, там еще интереснее. Но тут вот их две, по-моему. Вот смотрите, вот так вот. Как они висят, я во время видеообзоров уже показывала несколько раз. Так что я буду просто сейчас вот именно о характеристиках. И здесь же еще вот у меня Ливанские горы, которые тоже новинка. Это новинка среди очень-очень крупных. Вот эти плоды крупные розовые массой до одного килограмма. Они висят такие, ну видно их. Смотрите, какая мякоть. Тут же они вместе с этими золотыми попали. Ну потому что иначе никак. Вот смотрите, золотой лимон, вот этот вот, номер 350. Если посмотреть, они почти одинаковые. Можно даже сказать, найдите несколько различий. Различий нет. Одинаковые плоды желтые, одинаковые с носиком. Но у них немножко, прям чуть-чуть разница в кустах. Золотой лимон индетерминатный. И он, я вот показывала вам в теплицу, я растянула его во все стороны, как бы пасынками. И он получилось, что урожайность еще увеличилась раза в два. Если не удалять пасынки, если есть место, куда вот как сформировать его так в разные стороны. И каждый пасынок можно прям выращивать как полноценный куст. Как вот томат полноценный. А золотая канарейка, она немножко получилась другой. Она, как бы сказать-то, у нее не очень, она не очень, ну она у меня правда росла на улице. Она не очень растет в высоту. И она как бы во все стороны тоже не сильно распускается, растягивается. Вот если есть место, то распустить во все стороны удобнее золотой лимон. Будет очень-очень много кистей. Там еще и сейчас до сих пор висят теплицы кисти. А золотая канарейка, она более скромно у меня выглядит на улице. Ну и естественно, для выращивания вот таких вот томатов, что этих, что этих, нужно обязательно подвязка. Не будет она сама стоять ни золотая канарейка, ни золотой лимон. Нужно, если вы хотите, например, в один или в два ствола, как в стандартном таком виде вырастить, нужно, конечно, посынкование. Мне просто очень дорого достался вот этот золотой лимон. Семена редко продаются, у нас в магазине вообще их нет в продаже. И мне одна моя зрительница, Зинаида, решила в Москве поискать и купить. И оказалось, что и в Москве сложно их купить. И все-таки она через какое-то там время, через продолжительное, купила мне эту пачку семян. Там то ли 7, то ли 8 штучек. Но вы представьте, всего 7 с 8, взошло, по-моему, 3 семечка. Они были такие слабенькие, они были такие хиленькие. Я вот смотрела, думаю, выживет, не выживет. Ну, хоть бы одно выжило, чтобы мне развести сорт. Все-таки они выжили. Ой, смотрите, у него этого золотого лимона, смотрите, носик делается прозрачный. Вот такой же, как я вам показывала, этот янтарный, потом Джала Санта. И вот эта прозрачность уже говорит нам о том, что наивысшая сладость вот в этих томатах. Я их, ой, вот вообще, я их очень долго, сейчас, смотрите, не снимала с куста, чтобы, смотрите, прозрачные полностью янтарные томаты. Вот это золотой лимон. И вот так как он мне очень сложно достался, я не стала его выращивать в один или в два ствола. Все, что дала природа, все, что выросло на этом кусте, я все оставила. Просто дала ему больше расстояния, вот влево, вправо, вверх, вбок. Везде эти пасынки растянула, высадила специально в торце теплицы, чтобы его другие не загораживали. Так как я говорю уже, что в рассаде был очень хиленький, очень дохленький. И смотрите, какую красоту он мне народил. Он весь усыпан вот этими кистями. Но, впрочем, в видеообзорах я показывала кисти огромные, богатые. Золотой лимон. Золотая канарейка на улице росла. Куст поскромнее был. Куст полтора метра вырос. Но кисти такие же богатые. Но вот вы видите, вот это вот одна всего кисть. 18 помидор в одной кисточке. А кремовая сосиска, хочу рассказать о ней подробнее. Потому что, если про те еще как-то кто-то знает, то кремовая сосиска для меня вообще незнакомая. Я сразу извиняюсь, что томаты грязные. Вот только что их принесли с огорода. Мне даже некогда их мыть. Я думаю, скорее сделаю в виде обзора, а потом уже все остальное. Под номером 557 это значит, что это новинка. Прям новинка-новинка, которая и для меня новинка, и, наверное, для многих. Это сорт американский, как всегда, под несколькими названиями. Сосиска кремовая, можете увидеть. Или бананокрем. Вот он невысокий, детерминатный. 60 сантиметров. И написано, что 60 сантиметров он в любых условиях выращивания. Хоть в теплице, хоть на улице. У меня рос на улице. Вот такие же тоже. Смотрите, какие кисточки. Вот такие кисточки. Очень такие красивые. Очень такие, как бы, ну, по многу, не по одной подвидам. А именно вот такие кисти плодовитые висят. Ну, конечно, масса 100-110 грамм. Но помидоры почти белые перцелидные формы. И у них у всех тоже вот такой вот носик почти у всех остренький. И чем-то они похожи вот на эти тоже сорта. Но эти, конечно, более яркие. А эта вот кремовая сосиска, она как бы приглушенная, такая матовая. Те прям яркие блестят. Очень тоже вкусный. И вот этот томат тоже, как я выращивала золотой лимон, его тоже можно не формировать. Он, видите, он же не крупноплодный. Нам крупноплодности не нужно. Можно вот сколько вырастет, можно три ствола формировать. Можно в четыре даже. Подходит вот для низких парников, для каких-то низких тепличек. И что еще сказать? Вот что он у меня. Он у меня дал хороший урожай. Нет больных. Значит, он все-таки устойчив к заболеваниям. И еще хочу сказать, что он указан везде, что это сорт США. Конечно, это коллекционный томат. У нас его, наверное, скорее всего нет. И я еще узнала информацию, что он создан Томом Вагнером. А потом уже он позднее был распространен еще в Нидерландах с названием вот этот кремовая сосиска. А изначально был бананокрем. Короче, оба названия, если где-то увидите, и то, и то название, это одно и то же подходит. Вот. Очень-очень быстро о таких томатах необычных, с остренькими носиками, о сосисочках, или как их назвать там. Они и пальчики, не пальчики. Где-то пишут форма колокольчика. Ну, какая это форма колокольчика? Это и не колокольчик. Еще есть такой же сорт у меня, буратино, но он крупнее. О нем чуть позже. Все, до свидания. Вот у нас получилось сразу обзор четырех сортов в кучке. Но теперь так, потому что иначе никак очень много сортов вызревает.